Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости моего канала! Я рада вас приветствовать! В этом видео я хочу вам показать, как шить берет. Нам понадобится ткань для основной части берета. У меня это кашемир на трикотажной основе, 35 см. Подкладочная ткань. Я хочу сделать берет с подкладом. Вы можете делать и без него, если у вас достаточно плотная ткань. Но я люблю, чтобы шовчики внутри не проглядывались. Сделаю подклад из фолайкры. С трикотажной фолайкры она замечательно подойдет, потому что она тянется в разные стороны. И для круглой выкройки замечательно подходит. Также нам понадобятся нитки в тон, иголочки для скалывания изделий, бумага для построения выкройки, циркуль, карандаш, линейка. Ну и вроде бы все. Давайте приступим к построению выкройки. Для построения выкройки я склеила вот таким образом 3 листа формата А4. Если у вас есть какой-то сплошной материал, конечно, вы можете его взять. Стандартный размер окружности берета 30 см. Сейчас нам нужно такую окружность построить. На линейке откладываем радиус 15 см. Ставим примерную точку, например, вот здесь. И строим окружность. Вот такой у меня прорисовался радиус. Где-то границы не очень четкие, можно линеечкой 15 см от точечки отмерить. Или, например, если у вас нет циркуля, тоже таким способом можно построить окружность. Часто-часто-часто от точки вот так проводить. Теперь нам нужно внутреннюю окружность построить. Она строится так. Мы берем объем головы. Объем головы у меня 56 см. 56 см делим на 2π. Мы помним из математики, что 2π у нас 3,14. То есть 2 умножить на 3,14 и 56 разделить на эту сумму. Получается 8,9 см. Мы возьмем до полного 9 см. То есть радиус внутренней окружности, который мы построим, 9 см. Также на линеечке мы откладываем 9 см циркулем. 9 см. И строим внутреннюю окружность. То есть вот так вот. Вот она, внутренняя окружность. Радиусом 9 см. Боковая часть у нас с вами получится 6 см. Где-то не ровно. То есть если у вас это хорошо получилось, то мы можем выровнять края. У нас боковая часть 15 см. Минус 9 получается 6 см. Вот эта боковая часть. Мы прямо от нее можем выровнять наш круг. 6 см. Если у вас выкройка получилась ровненькая и все хорошо, осталось ее только вырезать. Вырезаем. Музыка. 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 Вот так выглядит основная выкройка берета. Теперь на основной ткани выкраиваем две детали берета. Первая деталь у нас будет полная окружность. А вторая деталь это точно такая же деталь, как выглядит у нас выкройка. Припуски на швы я оставлю примерно 5 мм на лапку оверлога, на котором я буду шить свой берет. Вот так. И обводим аккуратненько. Музыка. Все детальки мы обвели. Две основные детали нашего берета. И теперь вырезаем. Две основные детали берета готовы. Также из основной ткани нам нужно выкроить бортик, который мы пришьем внутреннюю часть нашего берета. Он должен быть шириной 5 см и длиной, объемом вашей головы. У меня 56 см на 5 см. Такую полосочку сейчас я вырежу. Музыка. Все детали береты из основной ткани у нас готовы. Теперь нам нужно вот эти две детали выкроить из подкладочной ткани. Точно такие же. Две детали, большие и основные. Выкраиваем. Все 5 деталей берета у меня выкроены. Три из основной ткани и две из подкладочной. Давайте же приступим к сшиванию нашего изделия. Сначала будем сшивать основное. Основной наш беретик. Складываем лицом к лицу круг и такую вот детальку, которая грамотно называется кашпен. То есть вот эта вот деталь, которая будет оформлять нашу боковую часть берета, называется кашпен. Соединили лицом к лицу. Сейчас я сколю булавочками ровненько. Если где-то видите, что выступает, можно обрезать. Или я буду сшивать оверлоки, он у меня все подровняет. На оверлоки. И теперь деталь скалываем. Основную деталь я сколола. Также поступаем из подкладочной ткани. То есть лицом к лицу. Смотрим, где у нас лицо. Лицом к лицу складываем подкладочную ткань. И также скалываем. Трикотаж немножко закругляется у нас. Кудрявится. Аккуратненько складываем и скалываем. Трикотаж можно наживить. Иголочкой это будет лучше. Если вы не опытная швея, лучше иголочкой наживить. Потому что он тянется во все стороны. Чтобы получился красивый круг, можно просто наживить. Или скалываем. Обе детали у меня сколоты. Теперь я прошиваю на оверлоке по кругу обе детали. Субтитры создавал DimaTorzok Я прошила две детали нашего берета. Теперь наш бортик, который мы будем делать, складываем тоже пополам, чтобы у нас получилось кольцо. И так же прошиваем. Теперь нам надо хорошо разутюжить швы. Сначала с изнаночной стороны, потом через тряпочку мокрую с лицевой, чтобы у нас шовчики были красивые. Стараемся шовчики разглаживать, чтобы они уложились у нас в центр. И все по кругу так шовчики разглаживаем. Не торопитесь, потихонечку, по сантиметру. Шовчики разглаживаем. Если у вас утек без пара, то нужно с тряпочкой это делать. Вот так вот тогда. Видите, какой эффект? То есть здесь вот так замятость, и тут сразу как красиво шовчик у нас смотрится. И так разглаживаем все детали и подкладочную, и внешнюю часть нашего берета. Бортик нам нужно разутюжить этот шовчик. Сначала сделаем это с изнаночки. Наклоняем его в одну сторону. Хорошо. И теперь нам нужно сложить пополам и также заутюжить, чтобы потом было легко сшивать. Я разутюжила все швы наших трех деталей берета. Основная, подклад и бортик. Теперь нам нужно основную деталь вывернуть наизнанку. Вот так. То есть у нас остался последний шовчик. Все эти три детали совместить между собой. Так. А подкладочный мы не выворачиваем. То есть вот так лицом к лицу. Вставляем лицом к лицу. Вставляем вовнутрь нашего берета. А между подкладкой и основной частью нам нужно вставить наш бортик. Сами определяйте, где у вас будет зад, чтобы по шовчику вы понимали. То есть вот так мы скалываем. И теперь нам нужно все по кругу аккуратненько сколоть. Я сколола весь берет. Теперь я его сейчас прошью по кругу. И оставлю небольшое отверстие. Прямо намечу себе. Чтобы берет потом вывернуть. Думаю, вот этого мне будет достаточно. Прошиваем. Я прошила последний шов берета. Давайте его вывернем. Все, я вывернула берет. Сейчас только мелкими стежками зашью нашу дырочку. Вот такой яркий аксессуар на весну я себе сшила. Украсив его небольшой брошью. Надеюсь, этот мастер-класс кому-то понравится. Учитесь, дерзайте. У вас обязательно все получится. Если вам нравится видео, ставьте лайки. Оставляйте свои комментарии. И, конечно же, подписывайтесь на мой канал. До новых встреч! До новых встреч!